Напомним, Валерия Сазыкина, депутата законодательного собрания, бывшего главврача областного тубдиспансера, обвинили в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Если точнее, Сазыкина обвиняют в том, что за 10 лет он растратил около миллиона бюджетных рублей. В знак протеста 9 августа Сазыкин объявил голодовку. Позже прожить по несколько дней без пищи решили Александр Митин и Равкат Юсупов, также справедливоросы. Как итог, пересмотрение уголовного дела добиться так и не удалось, а следовательно, от протеста на голодный желудок политики решили отказаться. За это время дело Сазыкина передали в суд. «Когда применяют нормы, скажем так, ведется следствие, нужно доказать событие, то есть факт, место и время совершения преступления. Вот как раз требования уголовного процессуального кодекса в этой части не соблюдены». Кроме того, оппозиционеры заявили, что обнаружили в деле 11 различных нарушений и направили обращение президенту в Генпрокуратуру и Следственный комитет России. И теперь переходят к новой тактике. Проводить митинги и пикеты в поддержку Сазыкина будут каждый день, до тех пор, пока не добьются пересмотрения. Тем временем уже 3 сентября состоится первое слушание. И возможность того, что вина Сазыкина будет доказана в суде, никем из оппозиционеров не отвергается. И хуже того, если так и произойдет, то, по мнению сторонников Сазыкина, это даже лишний раз докажет их правоту о беспределе правоохранительных органов, как бы это несообразно не звучало.